Хорошие отношения к мужу. Что делает? Как действует? Эта жестокость жены по отношению к мужу проявляется через ребенка, который просто ни с того ни с сего начинает этого мужчину ненавидеть. Делает ему все на зло, делает все наоборот, не так, как он хочет. И в семье создает просто ужас, потому что мать к сыну привязана, она никуда его деть не может. А если она его куда-то девает, сбагривает, еще хуже становится от этого. Она лишается счастья материнства. И он тоже сухим грубым вырастает. То есть она еще хуже сидит. И он начинает раздалбливать всю эту семью. Может додолбить до развода. Часто практически невозможно ничего сделать, потому что это просто гнев Бога, божественный гнев через такого ребенка. Дети же они ничего не соображали. Они просто им как могут, они так себя и ведут. Вот как у них позволяет их возможности внутри. Не обязательно кто-то кого-то бросил, а просто мы на бедокуре из прошлой жизни. Через детей возможно придется карму отрабатывать. Допустим, человек имеет жадность в своем сердце, но он ее как-то не сильно проявляет. Но в прошлой жизни он там много очень обворовался сильно. Допустим, карму может через ребенка по детски. Ребенок вырастает ворон, начинает воровать все. И ты от этого страдаешь. Если человек сам не вор по природе, он своровал ребенка, он ничего страшного, он не будет сильно отрабатывать. Но если у человека есть такие наклонности, и ребенок ворует, и вот трясет, просто колбасит. Больше всего колбасит того, допустим, два человека курят семьи, один бросил, второй не бросает. Через некоторое время тот, кто бросил, он будет очень сильно страдать от того, что второй курит. Вот, допустим, если третий человек в семье есть, который никогда не курил, он спокойно будет относиться. Но тот, который бросил, он будет мучиться, его будет просто... Понимаете? У меня такой случай был, я со своим другом ехал в лифте, и в лифте курил человек. Не очень неприятная ситуация, это факт. Но я никогда не курил. Я спокойно как-то стоял, не обращал внимания. Но тот друг, который курил раньше, он просто весь из был. За эту минуту нахождения в лифте он просто побелел весь. Потому что это его карман, он отработал его. Это отвечать потом придет? Вот он ответил. Еще будет отвечать. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что дети даются человеку не только для того, чтобы испытывать счастье. Вы должны очень хорошо усвоить. Потому что если мы этого не усвоим, что произойдет в нашей жизни? Мы будем издеваться над своими детьми, вырастим их родными. Правильно. Потому что если родители не принимают недостатки своих детей, как свою судьбу, они начинают издеваться над детьми, начинают становиться деспотами. Еще один интересный феномен. Девочка, допустим, выросла, и ей уже пора выходить замуж. Кого она себе будет, какого парня находить? На котором мама обломалась. И мама будет, когда увидит рядом с ним этого парня, который похож на того, с которым она обломалась, и мне пена пойдет из задания, скажет, доченька, убери это из нашего дома. А надо что делать в этот день? Надо благословить, сказать доченька, вот такие могут быть у него недостатки быть, он может вот тебя бросить вот так, вот так. У меня такое предчувствие. Но если он тебе нравится, тогда задевается. Дочка может выбрать, она может сказать, хорошо, мама, я подумаю. Не может, допустим, отказаться от общения с таким человеком. В этом случае мама очень правильно с дочкой общалась всю жизнь. Она спокойно с ней разговаривала и развивала разум у дочки. В этом случае дочка способна послушать, принять решение. Это значит, что карма матери отрабатывается через ее знания. То есть мать все время правильно общалась с дочкой, и она теперь может ей уже в среднем возрасте объяснять, кого надо, с кем надо общаться, с кем нет. И дочка послушает, ей плана будет сильно любить этого человека, но она скажет, как мама сказала. Она отработает свою карму такими. просто потому, что она уважает мать. Но большинство детей сейчас у нас не уважают мать. Не уважают отца, потому что мы сами не уважали своих родителей. Мы родились в такой среде, где уважение к старшим очень слабо развито. В нашей стране уважение к старшим очень слабо развито. И мы должны сами начать уважать своих старших, и тогда дети наши тоже начнут нас постепенно учиться уважать. Это такой длительный процесс. Но надо быть готовым, что, может быть, мой ребенок не будет меня уважать. Почему? Потому что такая карма в этой стране. Младший не сильно уважает старших. Такая судьба, поэтому, где ребенок родился, надо уже думать, что такое возможно. Возможно, мне придется через ребенка такую карму отрабатывать. Но карма не означает, что в безысходной ситуации. Если родители стараются, правильно себя ведут, если, допустим, ребенок вас не уважает, он не слушается вас, что делать? Хорошо, правильно, дальше. Он не слушается, он не слушает ваши объяснения. Что делать? А страница звереет. А страница начинает звереть. Дальше какие варианты? Вот, вот это уже правильно объяснение. Если ребенок вас не слушается, надо его любить начать. Потому что ребенок почему не слушается? Потому что вы его не любите. Когда ребенка не привязываться к нему и хотеть его наслаждаться им, а любить. Любить означает правильно заботиться, учиться, понимать, что это значит. Это значит давать ему возможность правильно образовываться, искать его лучшие, хорошие черты характера, стараться отстраняться от него, если он делает плохо. И вот любовь – это вещь, которую никак не объяснишь. Понимаете? Это то, что из сердца исходит. Ты хочешь служить, жить, заботиться о своем ребенке, жить для него. Очень так настроен серьезно в этом плане. Это означает, что нет сантиментов. Родители, которые действительно настоящие, по-настоящему любят своих детей. Если это дочка, то они относятся к ней нежно, но строго. Нежно, но строго. А если мальчик, то они относятся к нему исходительно, разрешая ему его шалости, но строго. Дочке нужна нежность, а мальчику нужна свобода. Если мать сильно привязана к мальчику, с чего она лишает его? Свободы. Она не дает ему быть мужчиной. Она его из него делает девочку. Она говорит, куда нельзя, это нельзя, это не пачкай, если здесь нельзя, ты чего такой нечисто плотный. Он мужик, понимаете, он все познает через действие, через активность. Ему надо нос разодрать, куртку продырявить. Понимаете, он развивается как личность, ему нужны ошибки в жизни, иначе он не разольется. А девочке что нужно? Девочке нужна нежность, нужно, чтобы она чувствовала, что к ней как к девочке относятся. Когда она как женщина развивается, очень женственной становится. способна их привлекать всех внимание. А не просто женщина должна стараться дать возможность, мужчина. А мужчина должен дать девочку воскресенье. Она связывается к девочке, потому что такая энергия. А мать к сыну сильно привязывается. Она должна стать, стать мужчиной. А девочке надо стать возможной, стать возможной. Такие вещи надо учиться понимать, да? Что-то мы поговорим на следующей лекции. Лекции будем делать по воспитанию детей. Я чувствую, что мы будем делать. У нас время, наверное, уже пора заканчивать, да? А у девочек? У девочек такие же четыре типа бывают, но у них на первом месте стоит, понимаете, у мужчин на первом месте стоит социальное развитие. Эти четыре типа, они действуют внутри семьи и действуют также во вне семьи. То есть, есть социальное развитие, есть семейное развитие. Женщины, они склонны к семейному развитию. Женщины склонны строить глубокие отношения, которые являются родственными отношениями, отношения дружбы, любви. Родственные отношения, отношения дружбы, любви. Это то, что развивает себя и женщина, то, к чему она склонна. Мужчина развивает отношения долга, отношения ответственности, отношения рабочие, деловые и так далее. Понимаете, то есть это разные типы психики. Мужчина, социум, психика направлена у женщины на семью, на глубокие отношения. То есть на личностные отношения более у женщины психика направлена. Поэтому девочка должна учиться развиваться, допустим, девочка рождается как ученый, допустим. Она тоже склонна к наукам и всему прочему, но при этом надо ее, допустим, развивать в женском направлении. То есть она должна изучать, как строить отношения в семье, там еще. То есть она должна женские какие-то вещи изучать. Если женщина, вот, руководитель по природе, она должна учиться, как мужу служить по природе. То есть, понимаете, у женщины больше энергии, способности давать близкому человеку, а у мужчины больше способность действовать самому. То есть женская энергия – это энергия благословляющая. То есть если женщина развивается как женщина, она может вложить в свою мужчину столько, что он сделает все сам. Но женщина часто этого не понимает. Они хотят сами делать, а вот это у женщины очень плохо получается. Если женщина управляется сама, ей тяжело. Жизнь становится не малином. А если женщина вкладывает в мужа и дает ему силу управлять, то получается, что у нее легче это получается. Это не значит, что женщина не должна управлять и все прочее. Женщина тоже должна это делать, но это у нее стоит на втором месте после личностных отношений. Женщина тоже может руководить, управлять, заниматься бизнесом. И развиваться в этом направлении женщина тоже должна. Потому что иначе она вырастает неполноценно, ее жизнь становится неинтересной. Но при этом она должна понять, что если она в мужа не вкладывает и в семью, то ее занятия бизнесом не принесут ей счастья в жизни. Счастье у женщины так распределяется. Больше всего счастья она испытывает от семейных отношений, 70% и 30% счастья от деятельности во мне. Мужчин наоборот, 70% от деятельности во мне, счастье, и 30% от семейных отношений. Поэтому если женщина на 70% во внешней деятельности развивается, соответственно, счастье у нее уменьшается на 40% жизни. Она становится недоделанной. Она чувствует, что она чего-то недополучила от своей судьбы. Причина – жадность. Хочется больше денег. Если по отношению к сыну? Ну, конечно. То есть она зажимает. Властность женщины означает по отношению к сыну что? Означает, что она не дает ему действовать. Она не дает ему жить. Куда они ходи, сюда они хотят, они не делают, туда они идей. Все. Разум у мужчины развивает через поступки. У женщины через послушание развивается разум. Она слушается и делает выводы. Женщина, девочка. А мальчик, он не может слушаться. Ему надо проверить. У него не работает это послушание. Он говорит, мама ему говорит, ты курточку не делей. Он говорит, хорошо. Ей уйдет курточку. Потом приходит ему ремня по заднице. Хлобэсь. Да, курточку не надо. Он уже понимает, что это такое. Убеды говорят, что мальчиков надо наказывать силой обязательно. Ну, по-доброму, с добрым чувством. А девочек не надо наказывать силой. Девочкам надо объяснять и отстраняться от них. Девочкам, девочкой наказывают с помощью отстранения, лишения любви. А мальчиков наказывают с помощью обычного массажа заднего места. Спасибо. А потом, если женщина наказывает сына, это все. Он садистом вырастет. Он пока наказывает, а его наказывает. Нравится? Надо терпеть. А потом, а потом, надо жалеть его, но дать возможность мужу выполнить долго. А потом сказать, сыночек, ты видишь, как нам тяжело было, когда тебе по попе пьет. Больше так не делай. Когда папа тебе по попе пьет, ты чувствуешь, как нам с тобой было тяжело? Я страдала за тебя, ты тоже страдал за себя. Он говорит, я чувствую, да. Когда больше так не делай, то папа опять тебе по попе пьет пьет. Если женщина не дает мужчине свой долг выполнять перед сыном, то он просто негодяем вырастает. Откуда негодяи берутся? Если человек, допустим, виноват, он начинает искать себе защитников. Это называется негодяем. То есть человек, который использует свои положения для того, чтобы избежать наказания и все прочее. Но если человек знает, что если ему подсуждено, он просто идет и получает наказание. Это значит, что он не никогда, если положено по заднице, значит, что идет по заднице. Никаких вариантов нет. Так должно быть в воспитании сына. Это закон должен быть. Если получил наказание, значит, по заднице все. Вариантов нет. Если мать не отговорила, значит, это уже все. Есть какие-то варианты, значит. Мама, 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 скажи, папе, чтобы меня не бил. Я буду хорошим. Мама идет к папе, говорит, он будет хорошим. Он сказал, его не надо бить. Бред силы кобылы. Никогда мальчик не будет хорошим, если так все ему сходит. Никогда. Никаких вариантов. Нормально? Любые наказания, да? Хорошо. Можно, да. Но это крайние, это крайние меры наказания по заднице. Это уже самый последний мальчик. Потому что, понимаете, у мужчин, такая психика. Им нужно конкретно обломаться в жизни, чтобы что-то понять. Вот, допустим, если муж изменяет, допустим, как же не сделать так, чтобы он не изменял? Для того, чтобы он не изменял, сначала надо перед ним служить, так заботиться, чтобы он почувствовал настоящую жену рядом с собой. То есть, первый шаг, это любовь к мужу. Если жена качественно себя ведет, и муж все равно, ну, мужчина, вторая фамилия, я говорил, Кобелина. Вот, его занесло куда-то там, допустим. Там, вторая тайная фамилия, Кобелина, мужчина. А у женщин Стройглазкина. Вторая фамилия, Дайна. Она вроде не хочет, но улыбается. Конечно, конечно. Но ничего плохого, она вообще верная жена. Кто реагирует на ёлы, Кобелина? Общается любовь потом. Мы с прошлой жизнью были знакомы, поэтому полюбили друг друга. Ну, ладно, это уже другая тема. Я не ответил на этот вопрос сейчас. Вот. И женщина вкладывает любовь в свой мужа. А потом, когда он изменяет, она раз от него отстраняется. И лишает его своей любви. И от этого отстранения он бьет ему по мозгам. Он чувствует, что он что-то потерял в жизни. Он начинает раскаивать, ему плохо становится. В этом раскаянии постепенно он осознает, что изменять нельзя. И в башка попадет в больный муж. И мужчина должен реально прочувствовать все. Как, допустим, женщина изменяет. Как здесь мужчина. Как перестать заботиться? Просто не давать денег, не давать ее возможности. Она почувствует, что она не защищена. И она раскаивается. Этот любовник ее не защищает, он просто развлекается. Любовник не может защищать, он может только развлекаться. Он раз лишил ее заботы. Воспитания детей. Чем старше человек, чем старше, потому что мы хотим в следующей жизни быть маленькими, мы уже привязываемся к следующей жизни. Когда человек пожилым становится, он начинает работать. Хочется быть поближе к детям, и зачем нужны бабушки и дедушки? Они нужны для того, чтобы детям праздник устраивать. Допустим, раз в неделю родители отдают детей, бабушки и дедушки. Наслаждаются детьми, радуются и мать, они счастливы. С ними рядом, все нормально. Потом дальше к родителям придется. Дальше начинается жизнь, обычная жизнь. Но если, допустим, мать хочет сбагрить ребенка, он мешает ей жить. Допустим, развелась, и муж не хочет этого чужого ребенка, и она раз его к маме баловать. А по-другому она не может с ребенком, потому что у психической силы не хватает его воспитывать. Она может баловать его и не плакать от него. Больше она ничего не может, бабушка. Ей очень тяжело воспитывать. Почему? Потому что уже возраст не тот, силы не те. То есть уже по-другому трудно реагировать. И она думает, почему они мне его отдали? Потому что бабушке надо наслаждаться детьми, а не воспитывать детьми. Понимаете? Это неправильно. Можно посоветовать, но лезть не надо, потому что нагрузку родителей все равно они на себя не возьмут. Понимаете, бабушки, дедушки если лезут, значит вы их не уважаете. Бабушкам, дедушкам нужно уважение. Им не нужно, чтобы вы все выполняли, им нужно, чтобы вы их слушали. Они сказали, вы скажете, хорошо, мама, я буду стараться делать так. И потом вы так, она думает, вот хорошая у меня дочка. Она сказала, что будет стараться. Потом вы сказали, ну что-то не получается. Ничего страшного, в следующий раз получится. Понимаете, не обязательно, что вы будете выполнять, может быть, бабушки, дедушки хорошего чего-то желают, может быть, правильно говорят. Но главное, чего они хотят, чтобы вы их уважали. Вам наплевать, что они говорят. Значит, это… В целом, бабушки, дедушки не должны полностью контролировать поведение своих детей. Это очень опасная проблема, которая делает, ну, семью, когда бабушки, дедушки сильно уменьшиваются в жизни своих детей, а в них пропадает способность действовать. Ситуация как личность. Так, что эгоизм родителей настолько им засилает глаза, что они не хотят принимать в своем ребенке какие-то предстательные черты. Я сейчас, в конкретной ситуации, это обычно в социуме происходит. Например, в классе или в группе детского сада кто-то ведет себя крайне неприятно. И этот ребенок, он, допустим, влияет на счастье вот этих 40 человек, которые вокруг него. Родители делают замечания этому человеку. Так как воспитателям вести себя с родителями? Нет, не как воспитателям. Например, вот родители других детей делают замечания какое-то, обращают внимание на какие-то отрицательные черты. Вы знаете, дело не в том, что они не видят отрицательные черты. Они видят отрицательные черты. Но здесь вступает в силу зависть. То есть, если, допустим, ты замечания делаешь другому ребенку, родители других детей, это значит, что твой ребенок лучше, чем этот ребенок. И это означает, что зависть сразу срабатывает. И такие замечания и помогают. Есть, понимаете, сфера очень глубоких и тактичных отношений, интимных. И, допустим, некоторые вещи невозможно человеку даже годами объяснить, не то, что сделал замечание. Поэтому, допустим, если вы видите, ребенок там нагло себя ведет у родителей, вот, надо сказать, вот, знаете, что, вы знаете, вот мой ребенок, он не мешает вашему ребенку жить. Потому что ваш ребенок бьет моего ребенка. Вот. Может быть, мне как-то подальше от вашего ребенка держалось, потому что как-то вот получается так, что ваш ребенок моего бьет. Значит, он думает, а почему мой ребенок бьет вашего ребенка. Соберутся вместе с детьми, начнут изучать. Тогда начнется изучение, и до родителя чуть-чуть дойдет, что его ребенок как-то и так себя ведет. Но, знаете, если ребенок дерется, родители это об этом хорошо знают. Просто, если другие родители начинают замечание делать, то возникает злоба. И они говорят, мы сами разберемся, это не ваше дело. Но, знаете, это не помощь делать замечание, вообще не помощь. Помощь не будет. Прямо детям, это помощь своему ребенку. Желание позаботиться и желание изолировать. Хорошо, если вас изолируете тогда. Убедите из этого, если уж совсем крайняя ситуация. Просто вы должны понять, что есть, как бы, такие интимные сферы жизни, и в них надо вторгаться очень аккуратно, иначе будут большие проблемы. Ну, допустим, вы узнали, что жена изменяет своему мужу, соседу, допустим. Что жена, допустим, изменяет. Вы узнали, увидели. Что делать? Молчу. Надо, надо как-то вот, если у вас есть какие-то отношения с ней. Надо с ней поговорить. Ну, то есть, сказать не все, а просто чуть-чуть. Сказать чуть-чуть. Специально, чтобы она задумалась. Она скажет, а что вы вот такое? Да ничего особенного я не видела, просто вот. И у нее сердце в этом направлении пойдет изучать, она начнет изучать, изучать и найдет. А если ее прям привести к этому месту, это не способ помощи, потому что она может не готова к этому. Надо, чтобы она подготовилась. Если она не обратит внимания, значит, что у нее судьба такая. А если она обратит, она начнет расспрашивать, изучать, пытаться как бы очень. Она подготовится к этому, и тогда ей можно больше сказать. Но, опять же, ей так сказать, чтобы она не разглашала то, что ты сказал. Аккуратно очень надо. То есть, это деликатная сфера жизни. Понимаете? Бывает так, что потом эта соседка приходит, в лицо плюет, говорит, если бы ты мне не сказал, у меня бы семья не развалилась. Лучше бы я не знала, что он изменяет. Понимаете, есть же разные варианты, как это, ну, как есть такая пословица, никогда не стой между мужем и женой. Понимаете? Опасно. Потому что врагом становится тот, кто встает между ними. А не тот, кто, ну, пусть ты хоть правду, хоть неправду говоришь, не имеешься человеку. Ну, не знаю. Да. 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 Аккуратно. Да. Аккуратно. 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 DNS. Аккуратно. 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 злоба никогда не помогает никому. Первое, что нужно принять своих детей такими, как они. Дать им возможность ошибаться. Когда человек дает близкому человеку возможность ошибаться? Когда он его любит. Потому что любовь меняет человека, а не что ты будешь злиться, там, кричать, ворчать. Это не меняет. Успокоиться сначала. Успокоиться. Почему? Потому что, чтобы вы замучились. Вот так действует. Нет, чтобы вы замучились. Нет, другой причин. Она вас наказывает просто. Вы должны принять наказание. Примите, сразу легче станет. Они по-другому начнутся расти. Надо принять сначала судьбу. Потому что иногда очень жестоко наказывают. Хоть плакать хочется. Потому что привязаны, чтобы наши дети были конфетками вкусными, понимаете. Они иногда бывают какашками. Ничего не сделаешь. Наши какашки, понимаете. Нам придется их нюхать. Она иногда пругает и злая с нами. Надо ее принимать, какой она есть. И тогда все. Первый этап улучшения. Когда человек применяет и принимает, и не перестает слиться. Здесь дети надо с ними общаться. Когда они начнут вас слушать. Когда вы перестанете слиться и нападать на них. Как пантера. Вот. Они начнут вас слушать. Когда они начнут вас слушать, вы можете очень, как вот, допустим, птицы воспитывают своих птицов. Они крылышком раз, 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 назад. Точно так же родители или бабушки, дедушки должны поправлять своих близких. Допустим, ну, жестоко, допустим, мать ведет себя, допустим, с дочкой. Жестоко кричит на нее. Бабушка пришла, как будто ничего не произошло. И она раз, допустим, дочка, внучка, допустим, ведет себя плохо, и она с ней взяла, поговорила. И дочка, и внучка все поняла. И мама-то начинает так врубаться. Бабушка поговорила, все, и она все поняла. Я сколько уже пытаюсь, ничего не понимает. В чем дело? Бабушка ничего не сказала своей дочке. Она просто правильно сделала и ушла. Крылышком. Детушка опять назад. И ушла. Потом дочка приходит к маме и говорит, мама, а вот что произошло? Почему ты так сделал? И мама начинает уже спокойно. Ну, ты, дочка, не обижайся, я тебе скажу. Вот так-то так-то лучше делать. Я понимаю, тебе тяжело. Ну, ничего, ты научишься скоро. И объясняет. Дочка будет спрашивать только ту бабушку, которая не навязывается. Но если бабушка лезет и начинает когти распускать, то в этом случае дочка спрашивать никогда не будет, потому что бабушка и так достала. Она будет все скрывать. В результате скрытными дети становятся от своих родителей. Знаете, не все так просто в личной жизни. Надо быть очень аккуратным, иначе судьба так накажет. Ведь самая большая проблема не в том, в вашей жизни, не в том, что они ведут себя плохо с детьми, а в том, что они с вами не советуются, не общаются, держатся от вас подальше. Вот в чем ваша проблема, самое главное в жизни. Произошло это из-за того, что вы так себя ведете. Нет другой причины. И осторожно, вы потеряете близких людей. В этом опасность в вашей жизни, не в том, что они с детьми, не в том, что они с детьми плохо с вами. Это очень важно выбирать, очень важно. Первое, что нужно руководствоваться, ребенок должен быть меняемым. Надо очень глубоко работать с психологами, с астрологами, чтобы выбрать ребенка, который не имеет потенциального безумия. Потому что часто детей отказываются из-за того, что у них есть физические уродства. И лучше взять ребенка, который способен развиваться в вашей семье. Это богословение. Если вы найдете ребенка, который будет развиваться, дети, которые имеют сильные психические недостатки, там у них есть признаки деградации, пускай развиваются в детдоме. Для этого детдома нужен. Но если дети имеют нормальный интеллект, их бросили родители, такие дети должны быть с родителями. Их надо взять. И родители должны учиться найти таких детей. Надо за такими детьми в очереди стоять. Это означает, надо их точно так же, как, допустим, два червяка, допустим, друг друга хотят сожрать. Их надо просто разодрать, и все. И пускай ползают немножко на расстоянии. Точно так же с детьми, когда они конфликтуют, не надо ничего говорить. Надо, потому что это естественно, у них зависть друг к другу есть. Это естественная вещь у детей. Особенно, если они разнополые. Надо просто взять их вот так, и устранить друг от друга, и все. Больше ничего не надо делать. И развивать в них любовь и уважение. Если дети дерутся между собой, значит, что родители тоже не все в порядке в отношениях. Понимаете? Надо учиться. Всегда младшим достают всех. Потому что младшие, это пункт. Мы младшим, нетем больше любви. Поэтому они больше наглеют. Понимаете? Поэтому существует, понимаете, все зависит от того, как вы понимаете правила. Вот правила поведения в семье всегда противоположны тому, чему хочется. Допустим, хочется любить больше какого ребенка? Младшего. А любить надо больше какого? Старшего. Если в семье больше ценится и любится старший ребенок, то младший вырастает послушным и уважает старшего. Больше внимания кому надо уделять в семье? Мужу. Мужу больше внимания надо уделять. А уделяют кому больше? Внимание. Жене. Если жене больше внимания уделяют, то она начинает капризничать, наглеить. В результате дети все злятся. Если мужу больше уважают мужа в семье, значит, тогда все успокаиваются. Но хочется-то больше жене, матери уделять. И любовь исходит. Но есть правила, понимаете? Когда правила в семье соблюдаются, в семье наступает мир. Если жена внимания детей от себя отводит к мужу, тогда она получает доволь внимания, потому что все ее начинают ценить как самые лучшие. Если, допустим, мужчина, вместо того, чтобы грубо себя вести и использовать свое право на власть и хамить всем подряд, если мужчина деликатно себя ведет в семье, он власть имеет, но он ведет себя очень нежно, аккуратно и с детьми, и с матерью, то они естественным образом его уважают и слушаются. Но чтобы таким мужчинам стать, для этого надо укоротить себя, потому что гневаться-то хочется. Поэтому всегда хочется себя вести не так, как надо. Но если человек побеждает себя, то он получает счастье в результате. Цель работает во всех случаях. Это законно, но они все сводятся к одному. Всегда хочется не того, что надо, понимаете? Что нужно делать? Надо повести себя противоположно. То есть извиняться перед ребенком можно только в том случае, если у тебя с ним очень глубокие отношения. Допустим, если ребенок тебя очень сильно ценит, уважает и сделал плохо, надо извиниться. Старший извиняется перед младшим только в том случае, если младший беспрекословно уважает. Если младший не уважает или уважение нарушено, то лучше не извиняться, а просто повести себя правильно. И он почувствует, что ты как будто бы извиняешься. Все зависит от отношений. Если авторитет отца беспрекословен, он может изменяться перед женой и детьми. Но если его авторитет шатается, если он изменится, извинит, извинится, ему это потом еще и вставят. Он, допустим, сделает, ребенок сделает как-то не так. Папа подойдет, начнет, грубо говоря, допустим, ругать его, а ребенок скажет, что опять извиняться передо мной? Поэтому будьте осторожны. Это страдания, значит. Пришли страдания, значит, для матери. Это без. Надо смиренно к этому относиться. Какие шаги в этой ситуации Знаете, как есть такие сказки? Если повернешь голову, то окаменеешь. Понимаете, когда вот такая карма приходит, ребенок, допустим, беспардонно, то есть, такая карма, когда, допустим, ребенок стал наркоманом, допустим, шаг в сторону расстрела. Если ты начинаешь ненавидеть его за это, он еще больше наркоманом становится. Если ты его гладишь по головке, он еще больше наркоманом становится. Что делать? Просто молиться за него, терпеть, и спокойно относиться, принимать судьбу просто. Постепенно он примет через любовь, он очистится и станет лучше. Понимаете, если вы вышвырите из дома, он еще больше наркоманом будет. Если вы его будете пригревать и на наркотики деньги ему давать, еще больше будет наркоманом. Если понимаете, есть и очень тяжелые жизненные ситуации, в них самое лучшее застыть. То есть просто молиться Богу, просто любить, просто чуть-чуть отстраняться, давать унижать себя, и дальше жить. Таня, наставление, злость, грубость, злость, Человек только зверей. Бывает трудный случай жизни. Внутреннее означает, что он никогда не должен защищать себя. Как себя защищать лучше всего? Защищать других. Надо сыну объяснять, что твой друг защищает других. И тогда сын вырастет смелым человеком. Смелость означает самый лучший способ защищать себя. Если человек становится смелым, он ничего не боится, он трезво оценивает ситуацию. Самый лучший способ защищать себя – это трезвость. Когда ты все видишь, что происходит, ты можешь себя защитить. Потому что способность защищать себя, она заложена у всех людей. Все хотят защищать себя. Если человек будет думать только о том, чтобы защищать себя, он становится трусом. А для этого надо показывать свой пример. Если вы в себе гнев не преодолели, ребенок в себе тоже не преодолели. Пора лекцию заканчивать мне говорят. Можно последний вопрос по лекции? Вот именно по лекции по сегодня. Уже пора заканчивать. У вас все выходят в последний вопрос. Ведь и тема такая же, да? Не, именно о том, что вы сказали. Ну и хорошо, давайте. Давайте начали лекцию с того, что детям нельзя... Ну простите меня. Олег Иначе, у нас будет следующая лекция. Славик, возьми записку, пожалуйста. В следующую лекцию начнем с ответственно вопроса. Оставайся на нашем полнении. Ну давайте, у нас по лекции. Олег Иначе, вы начали с того, что к ребенку как бы нельзя вот эти сюсю-сю, любовь применять. Любовь это не сюсю-кусю. Это разные вещи совершенно. Ну вот эти все обнятия телесные... Это называется привязанность. А почему это плохо? Это же вот ребенок через это ощущает, когда... Родители любят ребенка точно так же, как рыба любит своих мальков. Она целует их, нет? Она просто их оберегает об опасности. Мальки плывут, она раз им там, вот так их обогнула, вот так. То есть точно так же родители любят своих детей. Любовь проявляется в том, что они заботятся о ребенке. В этом любовь. А наслаждаться, это не любовь. Вот женщина, когда у нее грудной ребенок, она его обнимает, она не может по-другому. Это естественно. Не обнимать, откидываете торону бы на кроватку, на коляску. Ну и вот эти все там, я слышал, где-то 8-9 в день надо... Но вы поймите такую вещь, что обнимать не означает наслаждаться. Я понимаю, да. Я просто понял с начала... Допустим, вы... Она от этого испытывает счастье. Второй вариант. Вы обнялись и... Она говорит, кто-то встанет от меня. Это второе. Вы понимаете разницу между этими? Одно дело, обнимать ребенка и давать ему грудь, и желать ему счастья. Это один вариант. А второй вариант, давать грудь и наслаждаться. Что вы как насоси, давай, не нравится. Это второй вариант. Я правильно понял, если обнимать с любовью, передавая вот эти чувства, это одно. Другое дело обнимать, когда испытывать удовольствие от этого процесса. Любовные отношения должны быть. Вопрос, как мы к ним настроены. Мать постоянно должна благословлять своего ребенка. Ребенок у нее на руках, она думает, я хочу, чтобы ты был счастлив, я хочу, чтобы у тебя все было... чтобы ты был честным, чтобы ты был порядочным. И она постоянно об этом думает, когда у нее ребенок грудь сосет. Потому что любовные отношения в этом случае неизбежны. Муж, когда жену обнимает, он кое-как говорит, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты всегда была защищена в жизни, чтобы ты всегда чувствовала нежность, заботу, ласку. Это один вариант. А второй вариант – наслаждаться ей стоять. Очень большое дополнение. Желаем счастья. Все сели прямо. У нас такой вот, кто первый раз, у нас такое правило в конце лета. Мы желаем всем счастья. Это важно очень. Желать всем счастья. Почему? Потому что, по крайней мере, в это время себе счастья некогда желать. А то мы так очень сильно страдаем от того, что мы несчастны. Когда человек желает всем счастья, некуда страдать, он становится счастливым. В этом принцип счастья вообще в жизни. Я желаю всем счастья. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...